Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас короткий и достаточно забавный видео урок. Ведь сеть это не только работа и полезные приложения, но и развлечения. А уж нейросеть это такое развлечение, что порой даже страшно. Все видели, я надеюсь, что делает Google Deep Dream эти бесконечные глаза и собачки. Сегодня мы будем делать то же самое, только без психоделии. Ну разве что немножко. Вот она классика. В 2015 году Google открыл доступ к нейронной сети, обученной распознавать изображения, но только наоборот. Сеть просили не распознавать изображения, а показывать то, что она в них видит, перед тем, как примет решение о том, что там действительно изображено. На самом деле обученная сеть очень хорошо умеет распознавать предметы, достаточно посмотреть на поиск по изображениям в Google. Но при этом процессы, которые происходят внутри, могут показаться нам очень странными. Их, собственно, Deep Dream и фиксировала. Наверное, все уже поразвлекались собачками и глазами, поэтому давайте сегодня сделаем что-нибудь более художественное. После появления Deep Dream нашлось много энтузиастов, которые захотели использовать художественные таланты нейросети в мирных целях. И вот одно из приложений, которое стилизует ваши фото под различные художественные стили, используя обученную нейросеть. Вот такие популярные стили предлагает Depart и заявлено, что ваши фото из семейного архива станут такими же. Посмотрим. Регистрация, почта, пароль. Подтверждаем адрес, заходим в Depart. Тут, естественно, все очень просто. Мои фотографии. Отправить новое фото. Загрузить фотографию. Выберем что-нибудь красивое. Вот, например, лодка в Карелии. Вот такая вот фотка. Теперь выбираем стиль. Ну, пусть будет вот это. Отправить. 2 часа 40 минут будет думать сеть. Но за 2 евро она будет думать гораздо быстрее всего 15 минут. У меня есть подозрение, что нейросети от этих 2 евро ничего не перепадет. А ускоряться и напрягаться будет она. Очередной пример издевательства над роботами. Прошло 3 часа и сеть выдала результат. Ну, не идеально с художественной точки зрения, но похоже на референс. То есть стилизация очень точная. Теперь фото можно скачать. Можно скачать даже в HD и Full HD. Но это уже за отдельную плату. Или даже купить принт. Давайте добавим что-нибудь еще. Но сначала дооформим аккаунт. А то как-то некрасиво быть анонимным артистом. Так. Ну, давайте возьмем это фото и этот стиль. О, полтора часа. Уже быстрее. Вот такой результат. Тоже спорно. Какие-то буквы на лбу, но забавно. Еще здесь можно загружать собственные референсы. Ну, то есть фото, откуда нейросеть подрежет стиль. Давайте выберем вот такую красочную фотографию и попробуем стилизовать это под Билибина. Это такой известный художник, которого многие знают по иллюстрациям классическим сказкам. Выберем вот такую иллюстрацию и загрузим в стиль. Загрузить и... Ничего не получилось. Ну, то есть со внешними стилями надо еще экспериментировать. Ну и напоследок попробуем классику. Google Deep Dream. Тут есть Google Styles и классический Deep Dream. Сначала классику. Загружаем. Тут есть минимальные настройки. Generate. И вау. Ужасно мило. Действительно ужасно и действительно мило. Так. А теперь попробуем Deep Style. Выбираем фото. Выбираем стилистику. Пусть будет это. Generate. Тут уже ей нужно 15 минут. Пропускаем. Результат. Ну это, кстати, вполне неплохо получилось. Пока это все развлечение. И пинание роботов от Boston Dynamics это тоже развлечение. Пока. Все, любите друг друга, расширяйте границы восприятия без употребления психотропных веществ. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. ПОДПИСЫВАЛЬНЫЙ ПРОДПИСЫВАЛЬНЫЙ 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 ПРОДПИСЫВАЛЬ